Доброе утро! А сад полон голосов. Бадан так сильно разросся, что практически закрыл всю водную гладь. Надо будет его обрезать. Потихоньку зацветает клематис. Вон сколько яблок завязалось. Очень много воды за эту неделю испарилось из водоема, поскольку стоит жара. Надо будет долить. А вот эту зеленую тину из водоема я вылавливаю. Ну вот, немного расчистила место для немфеи. Веселые ребята за эту неделю очень подросли. Надо полить. Совсем сухие. И этот лучок буду убирать. Он очень легко выдергивается. Слегка потянул и все. Ах, какой красавец! Сейчас поставлю его в вазу. И в свою летнюю комнату. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Что касаемо этого арахиса, который я покупала в магазине FixPrice. Вполне съедобный, приятный на вкус. И мне нравится то, что он без соли. В этом году должно быть очень много винограда. Крыжовник начинает потихоньку созревать. А красная смородина еще совсем даже и не красная. Только начала розоветь. Стали завязываться огурчики. Гортензия начинает цвести. Стоит жара и трава начинает сохнуть. А здесь, под большим орешником, хорошо и прохладно. На улице в тени почти 30. А в доме очень комфортно. 23 градуса. Буду делать бутерброды по рецепту, который мне прислали. Рецепт с пастой из авокадо. Авокадо разрезаю. И достаю косточку. Вынимаю мякоть. И разминаю ее. Добавляю натертый зубчик чеснока. Небольшой. Добавляю соль. Перец. И как следует перемешиваю. На хлеб. И сверху кладу шпроты. Можно добавить какую-то другую рыбу. Например, тунца. Или форель. На свой вкус. А в следующий раз, может быть, еще что-то приготовлю. Тоже с авокадо. За окном так птицы поют. У меня окно открыто. Просто сказка. Приятного аппетита. Малышки купили такой манеж. Он же кровать. На колесиках. Вот здесь с окошком. Вот такой славный. С мягкими бортами. С красивыми картинками со всех сторон. Этот манеж-кровать пригодится не только за городом, но и в Москве. Помню, когда дочка была маленькая, детская кроватка у нас была в трех экземплярах. У нас, у бабушки и на даче. И у нашей малышки тоже. Один манеж-кровать у нас. Другой у бабушки. Ну, а дома настоящая кроватка. И большой манеж. Мне написала мама 11-летнего мальчика, которого зовут Серафим. И попросила показать его цветы. Я, конечно же, согласилась. Живем мы в Ленинградской области. Серафим все делает сам. И сажает, и ухаживает, и фотографирует. Потихоньку коллекция наша пополняется. Но пока еще нет полной картины. Поэтому так все разрозненно сфотографировано. Он очень любит хосты. На данный момент он собрал уже около шести видов. А флоксов разных расцветок около десяти. Ну что ж, я приглашаю к просмотру цветов Серафима. Серафима Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Через 300 метров повернется направо В какую тучу въезжаем Ничего себе Прошел почти Прошел почти